Изучение небесных тел всегда было одним из самых увлекательных занятий человечества. Мы наблюдаем за звездами, планетами и спутниками, изучаем ордвижение и свойства. Однако, кажется, что некоторые вопросы остаются без ответа. Например, почему Солнце и Луна на Земле кажутся разных размеров? Для начала, следует отметить, что размеры Солнца и Луны действительно различаются. Солнце является гораздо большим, чем Луна. Его диаметр составляет около 1,4 миллиона километров. В то время как диаметр Луны равен примерно 3,5 тысячам километров. Однако, наш главный светильник, кажется, на небе значительно меньше Солнца. Это происходит из-за расстояния между нами и этими небесными телами. Луна находится ближе к Земле, чем Солнце, поэтому ее размер на небе кажется больше. Кроме того, Луна движется вокруг Земли, а Солнце – вокруг центра галактики. Это означает, что Луна движется быстрее, чем Солнце, и проходит по небу за короткий промежуток времени. Поэтому ее размер кажется более заметным. Также следует учитывать оптические и атмосферные эффекты, которые могут влиять на размеры яркости этих небесных тел. Например, при восходе или заходе Солнца оно кажется больше, чем в середине дня. Это происходит из-за того, что свет Солнца проходит через более толстый слой атмосферы, который рассеивает свет и делает его более красным. Это же явление может происходить и с Луной. Таким образом, различный размер Солнца и Луны на небе зависит от множества факторов, таких как расстояние до Земли, скорость движения, оптические и атмосферные эффекты. Несмотря на это, мы все равно можем наслаждаться красотой этих небесных тел и изучать их свойства, которые помогают нам лучше понимать нашу Вселенную. Луна не всегда кажется одинакового размера для наблюдателя из Земли. Ее размер на небе может меняться в течение дня в течение месяца. Это связано с тем, что Луна движется по орбите вокруг Земли, а ее форма орбиты не является идеально круглой. В разные моменты времени Луна может находиться ближе или дальше от Земли, что влияет на ее размер на небе. Кроме того, угол, под которым мы видим Луну, также может влиять на ее размер. Например, когда Луна находится низко над горизонтом, она кажется больше, чем когда она находится высоко в небе. Размер Луны может изменяться в зависимости от ее фазы, расстояния от Земли и угла наблюдения. Наибольший размер Луна имеет в момент полнолуния, когда она находится ближе к Земле на своей орбите, перегей. В этот момент ее диаметр может достигать 33,5 минуты дуги, что эквивалентно примерно 0,5 градуса на небесной сфере. В другие моменты Луна может находиться дальше от Земли, апогей, и ее размер на небе будет меньше. Например, в момент новолуния, когда Луна находится между Солнцем и Землей, ее размер на небе будет нулевым. В то же время, в момент первой и последней четверти, Луна будет иметь размер около 15-16 минут дуги. Кроме того, угол наблюдения также влияет на размер Луны на небе. Когда Луна находится высоко в небе, она кажется меньше, чем когда она находится низко над горизонтом. Это связано с тем, что на большом расстоянии Луна сравнивается с другими объектами на небе и кажется меньше. Изменения размера Луны можно наблюдать глазами или с помощью телескопа. Чтобы лучше видеть детали на поверхности Луны, рекомендуется использовать телескоп с увеличением от 50 до 100 раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова